Среди всех способов заготовки грибов на зиму сушка пользуется наибольшей популярностью. И абсолютно заслуженно. Хранить сушеные грибы без потери вкусовых качеств и аромата можно долгое время. По содержанию полезных веществ и скорости их усвоения человеческим организмом, сушеные грибы также превосходят маринованные или соленые. Правда, нужно помнить, что для сушки пригодны не все виды грибов. Кроме того, в процессе усыхания грибы теряют около 90% своего веса. То есть из 10 килограммов свежих опят, у вас в итоге получится 1-2 килограмма сушеных. Энтен Пепеп. Предварительная подготовка прежде чем приступать к сушке, грибы нужно подготовить. Рассортировать, отложить в сторону червивые, протереть влажной тряпочкой грязные. Сушить рекомендуется только крепкие, здоровые грибы, не поврежденные насекомыми. Слишком крупные шляпки можно разрезать на несколько долек. Ножки сушить не принято, но при желании вы можете использовать их, предварительно нарезав столбиками, не более 3-4 сантиметров в высоту. Замачивать опята перед сушкой не стоит, потому что это усложнит процесс обработки, грибы впитают слишком много влаги, сушить придется дольше. Сушим грибы в духовом шкафу, опята обычно сушат в несколько этапов. Это позволяет выгнать лишнюю воду из мякоти и сохранить вкус. Первый этап подготовленные грибы разложите на решетке или металлической сетке, прогрейте духовку до 45-50 энт решетка 186. Си, если решетки у вас нет, можно сделать ее самостоятельно. В крайнем случае, не возбраняется использование обычных противней. Поставьте решетку с опятами в духовой шкаф на 4-4,5 часа. Дверцу духовки лучше оставить слегка приоткрытой, чтобы обеспечить необходимую для сушки циркуляцию воздуха. Второй этап температуру в духовом шкафу увеличиваем до 80 энт решетка 186. С-дверцу не закрываем. Чтобы опята не пересушились, периодически их нужно проверять, переворачивать и вынимать готовые грибы. Степень готовности определить очень просто. На ощупь опята становятся сухими, легкими, слегка гнутся во время нажатия. Хранить сушеные грибы рекомендуется в сухих, плотно закрытых стеклянных баночках. Подойдут и чистые льняные или хлопковые мешочки. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.